Это, знаете ли, довольно ценно. Где тут мой Армагеддон? Я его расчехляю. Расчехляю свой Армагеддон. Норм, сойдет, как говорится. Даже не знаю. Все равно в следующем ходу опять будет Армагеддон. Поэтому давайте традиционную чуму. Вот вам и Мах. Мог бы воин такое сделать? Вот скажите. Мог бы воин вот такое вот сделать? В два хода убивать кого угодно. Я не думаю. Поэтому играю за Мага. По крайней мере в эту часть. Потом посмотрим. Может быть Мага занерфит? Ну его правда занерфили? Но насколько? Есть ли у него баланс? Так, Берсеркер, Пауканы и Оборотни. Кстати, Оборотни это круто. Яйцо Паука, Яйцо Терний. Отрываем Тернием яйцы. Вы же понимаете. Так, тут драконы. Стойте, а там что? Тут этот купол грёбаный. Следопыты эти пекают. Хотя это просто эльфы. Ну а кто здесь ещё должен быть? Вопрос. Ой, сколько их тут этих эльфов-то. Я даже не знаю, как их так обмануть. Давайте сбежим к нашему знакомому. Убивать я его пока не хочу. Хотя он меня разочаровал. Вообще какая-то вот... Я потом, потом после того, как, короче, начал эту игру, узнал, что есть сканер сейвов. И при помощи него можно определить, что там в сейвике есть. И так далее. Если б я знал, что у нас не будет, например, такого артефакта, как колодец маны. Пояс, короче, такой, например, есть. Вот что у нас за пояс? По-моему... Вот это вот что такое? А, это точно не пояс? Так, в общем-то, сапоги, вот, например. Почему у нас только одни сапоги на интеллект? Вот я бы себе в сканере сейвов наделал вторые сапоги на интеллект. То же самое здесь. Здесь где-то пояс должен быть. И вот пояс мне бы не помешал колодец маны. Чтобы он восстанавливал нам ману. Ускоренно. А мы его не нашли до сих пор. Если его нет в замке у Баала, то его не будет нигде. Ну или у того некроманта, может быть, еще в замке он будет. Но у того некроманта, которого мы не смогли убить, в общем-то, там проблемы. Кстати, а может сейчас мы его сможем убить, интересно. Но мне бы хотелось еще прокачаться, чтобы повысить себе это количество маны и интеллект, или то и другое. И прийти к нему потом. Так, ну остается, значит, здесь где-то сдача квеста. Я просто не помню, где я этот квест брал, чтобы его сдавать теперь здесь. Так. Так, сколько можно, давайте. А, вон там вижу. Кстати, вот здесь нам дали следопытов. И вы же в курсе, что, типа, можно брать одновременно несколько типов войск. Вот, например, у нас есть эльфы. То есть, следопыты. А можно взять к ним еще и эльфов. И то есть, как бы, хоть у них морали плохая, но, как вы видите, как бы у них лимиты свои. То есть, следопытов вы определенное количество можете набрать. И эльфов тоже. И вы можете их держать в одной и той же армии. А прикиньте, можно вот так вот взять следопытов, эльфов. И плюс еще и взять, например, злобоглазов и звероглазов. А, как бы, звероглазы, это ослабленная версия злобоглазов, но у нее тоже есть, как бы, практически все способности злобоглазов. То есть, они тоже могут усыплять своей атакой, они тоже парящие. И так далее. Кроме того, по мощи они не то, чтобы и слабее. То есть, злобоглазы, у них только преимущество в том, что они могут гипнотизировать. А в остальном, за счет того, что звероглазов можно нанять больше, ты их сможешь, как бы, они будут столь же эффективными. И получается так, что ты, как бы, можешь... Нужно использовать войска улучшенные и ослабленные. Ну, то есть, например, взять вампиров и древних вампиров. Взять там провидений и улучшенных провидений. Я там смотрел гайды по данной игре, и там в этих гайдах, короче, говорили, что вот, типа, не берите улучшенных провидений, берите обычных. Ну, типа, потому что они там эффективнее на единицу золота дают, собственно, эффективность. Но, во-первых, как бы, привидения... Кстати, вот, а привидения ж ими можно жертвовать, интересно, или нет? И они, как бы, вампирятся. То есть, они, убивая кого-то, берут их себе. И могут даже перерасти лимит, из-за чего станут враждебными. Так вот, прикол заключается в том, что... Это... Как бы, таких провидений стэк только один. Желательно брать, потому что, типа, если два стэка, то они будут быстро перерастать. Хотя, я не знаю. Может, из-за этого, собственно, не стоит брать улучшенных, а брать только обычных. Но, кто мешает тебе взять и улучшенных, и обычных? Их тоже не мешает, по сути-то. Кроме того, типа, можно половину стэка тягать привидений. И когда они будут пополняться, ты можешь их жертвовать и пополнять другие свои отряды за счет этого. Кстати, вот эта вот Некромантия, она... Ее вот... Что за нерфили в Принцессе в доспехах? Высшая магия действует только... Ты можешь колдовать там несколько раз за ход, только если скастовал заклинание ниже определенного количества маны стоящие. То есть, если ты... Ты не можешь скастовать два Македона за раунд. Потому что, типа, Армагеддон дорого стоит. Вот такие вот дела. И это сильно нерфит мага на самом-то деле. Это, во-первых. Во-вторых, Некромантия. Некромантия здесь, это, по сути, воскрешение. То есть, она воскрешает тех юнитов, которых ты потерял. В то время как в этом, в Принцессе в доспехах, здесь никакой инквизиции нету. Я посмотрел уже Трева. Там вообще больше перков на Треве, кстати. Но они более бесполезные. То есть, по сути, чего-то толкового. Только к воину его особую обилку добавили толковую. И еще там инициативу повышают. Да, там есть, конечно, толковые перки, но не так уж их и много новых добавлено было. В основном добавили всякие там бонус к интеллекту, бонус к мане, бонус к ярости, еще к чему-то. В общем-то, что я могу сказать? Паладину добавили некромантию в виде воскрешения. То есть, назвали просто вместо некромантии воскрешение и добавили эту обилку, как особую обилку паладина. При том, что здесь у нас, как бы, есть некромантия в виде воскрешения у мага. Вместе с высшей магией. Что делает мага просто ОПшным. Так что, я думаю, в принцессе маг менее крутой. О, ты вернулся теперь, Паладим. Удалось ли тебе вернуть наш рецепт? Нет. Мне, кстати, интересно. А, рецепт? Ну вот, да, он. Да, твой рецепт у меня. Можешь забыть о произошедшем, как о страшном сне. Бью, а с ужасом смотрит на рецепт. Это ужасно. Ты только посмотри на это. Моя честь погублена. Они, они, эти проклятые орки, испортили наш рецепт. Я не смогу вынести этого позора. Моя жизнь превратится в череду страданий и унижений. Я не переживу этого. Уж лучше мне броситься за скалы в бушующее море. Погоди, бросаться. Возможно, есть какой-то способ восстановить рецепт или получить новый. Дай подумать. Конечно, есть способ получить новый рецепт и спасти мою честь. Надо разыскать древо жизни в великом лесу и попросить у него новый рецепт. Моляю, помоги мне. Какое-то время я смогу скрывать от сорудочей пропажу рецепта. Моя жизнь в твоих руках теперь, Паладим. Древо жизни. Мы знакомы. Нет ничего прочего. Можешь ни о чем не беспокоиться. Да, мы знакомы с древом жизни. Так ведь? Мы знакомы с этим подозрительным деревом. щиты, конечно, здесь бездарные. И вообще здесь много чего бездарного. И вампиров так тоже можно размножать. Интересно вот. Вампиры. Вампиры древние. А они могут вот так вот, как эти, как их там, как призраки, пополнять свои ряды. Наверное, могут. Особенно в форме мышек. Да. В общем, нужно насчет этого узнать. Я как-то в гайде не посмотрел. Это что мне опять в великий лес? Да, в великий лес. Снова бежать. Это ведь туда в великий лес. Так. Да. Так, слушай, легче, наверное, тебя подождать, пока ты пройдешь. И вообще не трогай меня. Пошел нафиг. Пошел нафиг, я сказал. Так. Вот и все. Пошел нафиг, я же сказал тебе. Хотя, может, мы его просто долбанем. Давайте попробуем его долбануть. А если не долбанется, то ничего страшного, в принципе. Зачем? Мы ж типа это. Я привык избегать боя. Но все ведь меняется. Теперь мы стали сильнее. Ручников, зараза, много. Могут нас очень хорошо настрелять. Это меня беспокоит, на самом-то деле. Армагеддоним. Армагеддоним. Хм, годно. Годно-годно. Меня устраивает. 170 на 300. 370 на 500. Так. Еще и вот этим долбанем. Ну, они все равно у нас стрель... Блин, надо было сначала другую вещь сделать. Ну ладно. Ослабим их всех. Блин, они попревращались. Или... А, нет, они просто отрегенились. А вот теперь превращаются. Кстати, превращение это способ снять с себя дебафы. Очень противная, кстати, хрень. Очень-очень противная хрень. Я бы им запретил этим заниматься. Но... К счастью... 1200 опыта за два раунда. Норм. Норм, норм, норм. Теперь я знаю, как я буду на невозможном проходить. Если, конечно, мне повезет с артефактами. А может и не повезти, ведь. Сейчас мне вроде бы повезло. Хотя... ХЗ вообще. Я вообще человек такой. Нетребовательный. Так, древо жизни. Ты где? Где это чёртово древо? Сюда, по-моему. Дом лесника, помним, такой. А где трево жизни? Во, вот оно. Куда ты бежишь? О, побег Энта. О, побег Энта. Кристаллы. Пригодятся. К счастью, эти огры медленные. Ой, чья вообще не туда залез. А чё ж оно меня сюда повело? О, и тут не туда. Окей. В итоге я, благодаря ошибке... Кстати, тут ничего нового не появилось. Так. Так, Ф-8. Хотя... Ну нет, у меня нет маны. Если бы была мана, то можно было бы сказать хотя. Так, чё ты глючишь? Вот Труиды. Труидов тоже можно размножать, теоретически. Мишень. Которая уже слишком поздно. Так. Ф-8, Ф-8. Ф-8, грёбаная хрень. Ну я так близко был. Я был так близко. Так, пойдём. Всё, вот сюда. Задолбало уже. По три раза проходить такие лёгкие места. Дерево, ты где тут? Я тебя уже потерял. Вот оно ты. Спасибо, человек. Рада видеть спасителя. В этот раз я пришёл по просьбе леди Бьюлы. Главы рода поющей листвы. Орки выкрали у неё их родовой рецепт эликсира вечной молодости. Я нашёл орков и забрал рецепт. Но он на веке погублен. Бьюла умоляет тебя спасти её честь и сделать для неё новый рецепт. Рот поющей листвы хорошо, нельзя отказать. Возьми рецепт жизнь. Спасибо, древо. Чё-то мне кажется, она самоубиваться так решила слишком рано. Ну, действительно, подумаешь какой-то рецепт. Кому он нафиг нужен? Так, в этот раз нам даже легче стало. И хотя нет, я бы не сказал, что прям-таки легче. Нападут ли на меня сразу же, как только я выйду? Нет, не напали. Это хорошо. Так, пьюла. Чё-то она и на женщину не похожа. Девушка смотрит на вас со страхом и надеждой. Человек, скажи, скажи мне, что ты уже поговорил с древом и принёс мне новый рецепт. Да, и древо мне дало новую дощечку. Теперь у вашего дома снова есть рецепт вечной молодости. Я и весь... Стойте, я забыл проверить эту дощечку новую. В древней что-то спрятано или я не знаю. Она ж не поцарапанная. Новый рецепт вечной молодости. Инфа. Эльфы получают дар от Древа Жизни подробный рецепт, дарующий их роду крепкое здоровье и долголетие. Так не вечной молодости, а крепкое здоровье и долголетие. Типа каких-то китайской медицины, да? Древожизневая медицина. Так, всё, выполнили. Одним квестом меньше, это всегда приятно. А у нас интеллекта 42. А, ну да, я ж надел шлем. Это, кстати, помогает. Теперь мы по 5000 спокойно наносим урона. А если ещё прокачаемся до 30 уровня, то есть это у нас только 21 уровень. И то, я, по-моему, когда-то в начале там лидерство брал, а не надо было его брать. Лидерство отстой. И плюс ещё и крутой броню у нас нету для мага. Хотя, один интеллект, и это уже как бы норм для брони. Но, по-моему, есть какая-то получше броня для мага. Так, чё там ещё за квесты? Воплощение Ахаса. Смотрите, я уже одно прибью. Так. Проклятое сокровище. А, это ваше рагу нужно. А нам дадут шкуру оборотня. А она крутая или нет, я не знаю. Вот Герду надо найти. Великий Кракен это фигня. В общем... В книгу нужно залезть. Надеюсь, нас здесь не стопнут. Попробуем ещё там поразвлекаться в этом мире. Теней. Или чего-то там. Так, чё ж ты на паузу плохо ставишься. Да, нам надо прямо-прямо бежать. Ну или нет. Вот так вот бежим. Агрятся. Агрятся сволочи. Эльфийские твари. На, эльфийские твари. Иди сюда, дерево. Давай, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Вот так, кстати, удобнее смотреть сверху. Ты лучше понимаешь, где именно находишься. Блин. Я надеюсь, он меня не тронет. Он вроде бы там, кстати, отстал. Где там этот Ширака? Ширака. Вот он ты, да? Так. Ну чё. Снова ты неужели опять сдох какой-нибудь никчемный эльф, и ты снова хочешь обвинить в этом меня? Запомни тебе, Парадим, что я сам себе хозяин, и никто мне не указ. Это настоящая свобода, которой нет даже на хвалённых островах свободы. Ты делал свою работу, да? Если твоя работа убийство, я, короче, буду леваком. И, пожалуй, всё-таки преступление нужно наказывать, тем более, что ты не раскаиваешься. Нет, с тобой всё ясно. Замечу только, что свобода — это ещё и ответственность за свои поступки. И ты сейчас за свои ответишь сполна. Оп! Чего это у него больше инициатив? А, у него чёрный дракон. Слушайте, а это не дурно так. У нас проблем. Вы проиграли сражение, но ещё не проиграли воену АК. Да. Здесь такая тактика не прокатит. Придётся, короче, чё-то хитрее, мудрёнее придумывать. Возьмём вот это. Вот драконы должны прокатить, в принципе. Вот так должно прокатить. Но это будет нелегко. Видите, теперь я первый хожу. Потому что я снизил им инициативу. А драконы мне инициативу не снижают. Потому что... Кстати, ну мы могли бы, кстати, магический шлем оставить. Но мы-то, когда играем драконами... Мы играем из инвиза. Мы играем из инвиза. Вот в чём весь прикол. Мы играем от инвиза. Когда у нас нет преимущества по инициативе. С некромантами. Что ж, это будет долгий бой. Ммм... Чё бы мне такое... Сделать. Давайте-ка гейзер обычно второго уровня. Первый уровень, второй вот уровень. Шифтом второй уровень назначать. Контролом первый уровень. Если у вас уже прокачано до третьего уровня. Если кто не знает. А драконов, смотрите, гейзер не долбит. Но, тем не менее, свою задачу оно всё выполнило. Поэтому мы запускаем обилки ярости. Кстати, у драконов от них иммунного вроде бы нету особо. Ну, резист какой-то, кстати, есть. Видимо, шкатулка ярости считается магией. Такой. Магией для воинов. Простите, поперкнулся. Но хоть не сдох. Ух, мышки, заразы. У них у всех везде ускорение есть. Да. Кроме ускорения, они вообще, походу, кастовать нифига не умеют. А нам главное в длинных боях вот эту вот штуку применять. Так, смотрим. Разбойник Ширака. Уровень 16. Или 18. 18-й всё-таки. Так вот, глава разбойникова слуга нежити, исполняющая особые поручения наёмной убийцы. Карадора я уже победил, поэтому его мне не жалко, это во-первых. Во-вторых. Типа, всего лишь 18-й уровень. И у него, блин, по 8 драконов чёрных. Ты серьёзно? 14 драконов. Вот таких вот и 8 таких. У меня на 18-м уровне такого не было. Ты офигел, что ли? Так, пополнили маны. И возвращаемся ко всяким непотребным кастам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всё, он ускоряет и ускоряет. Кого ты догонять-то будешь, чувак? Что ты всех ускоряешь? Ну, в смысле, он увеличивает дальность передвижения, а вот инициативу-то он не может увеличить. Понимаете, в чём прикол весь? А вот инициатива как раз ему бы и нужна была. Потому что увеличивать дальность передвижения, ну, это уже вторично. А вот инициатива. Да. А вот инициатива. Так, у нас уже прокачался что ли этот чувак, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну сколько можно? Как можно просрать всю свою ману на ускорение? Ты только и можешь что убивать невинных эльфиек Которых любят всякие барды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С трудом убиваем кого-то Так, ну у меня, кстати, маны-то хватает Даже не знаю, может быть, чем-то долбануть А чем бы долбануть так? Опять этим гейзером Или убийцу драконов, ну хотя убийца драконов Он такой себе Прямо сотню можно убить Всем драконов нужно убить Но это, конечно, мощно Не Не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бэтменов этих взяли Кусь И все Сделали кусь-кусь Есть такой зверек Кусь-кусь Он живет на Мадагаскаре, кажется Вот мы его уже давно сделали Как-то маны вообще недостатка нету Капец вот этих шариков наплотило Лина наша А вот знаете Вот Я думал Вот этих вот Лин Наплодили во всех играх Дело в том, что я думал Что Лина пошла вообще из доты То есть какая-то вот волшебница Лина Я не знал, откуда это пошло А потом оказалось, что это какое-то аниме 2004 года выпуска Под названием Рубаки И там была волшебница, короче Бешеная Рыжуха очередная Которая, короче Ее звали Лина И она, короче, там Песилась Что-то делала Ужасное Ну, не знаю Я это Рубаки не смотрел Я вот недавно Даже нет Недавно Довольно давно уже пытался Посмотреть Как-то не зашел Все-таки Все устаревает То, что когда-то было круто Сейчас уже не так выглядит Как раньше Все устаревает Все устаревает Ну, что ж Рискнем Кстати, в образе мышек Вампиры Полеуязвимы У них там, по-моему, меньше хп Меньше защиты Что, конечно же, нам только в плюс Капец Этих катышков Наплатилась Ужас Потом Полечу их Собирать Ну, невидимость Все равно нужна Поэтому Уже и мана почти не Реденится Броня Гота Броня Гота Как-то быстро Перезаряжается Ну, пусть Кастуется Стойте, призраки Уже Все умерли Все умерли Битва Все Все поле Какашечка Да будет небо В алмазах Да будет поле В какашечках Абьюз 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 бы применять но я не могу это делать но теперь приблизительно могу то блин черные драконы их так трудно убивать майки магическим уроном собственно у них 80 процентный кажется резист здесь вообще где то осталось место где не осталось этих катышка давайте их забирать теперь можно вот это выполнить так ну тут уже мало осталось разве что драконов самих убивать долго может даже кастануть это убийцу драконов надо подумать насчет этого еще или гизма давайте кастовать гизма короче она же дамажит любых чуваков очень хорошо вот черных драконов в кое-то веке он дамажит того кого я и хочу чтобы он дамажил все минус мышки остались только два типа драконов куда ты пошел ты должен дамажить не костяных не костяных обычных все стоя расти накопилось это я понимаю ну надо чтоб побыстрее добивать уже и вручную пить их всего лишь 6 ярости требуется для вызова гизма который по 600 урона наносит если честно по сравнению с этой обилкой очень многие обилки вообще лина и жнец это такие жесткие чуваки по сравнению с остальными духами тому же дракончику из принцесса в доспехах откровенно говоря далеко до этих товарищей то есть вот видите четыре персонажа а дракончик из принцессы он только один я конечно еще не играл в принцессу но почему то я сомневаюсь что ей удастся меня удивить и этот дракончик окажется очень продуманным и крутым 500 урона но он тогда ну и вроде бы все да ох 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 дракон хихикает 3000 опыта опять и 25000 попова так 28 уровень уже убивают 50 процентов ярость 70 или черная дыра но откровенно говоря лучше уже тогда похищение души прокачать так все хнея а там щена надо рассказать об этом о норе шкура оборотня и чё то такое так живой мир я надеюсь там нас не будут встречать вроде нет это здесь он был короче макильная плита а бард а норе уснул вечным сном рядом со своей возлюбленной задание выполнено здесь погребена прекраснейшая из эльфии хнея ну да ромео и джульетта а норе и хнея все дела а где моя шкура оборотня где он ее взял из могилы что ли достал и куда это на броню идет плюс 5 атаки и защиты оборотням и волкам откровенно говоря что я могу сказать насчет этого ну типа как бы много но оборотни и волки это ж такие существа которые откровенно говоря говно владельцы этой накидки оборотни считают своим вожаком и защищают его до последнего сражаясь необычайно яростно и свирепо а он что был оборотнем не похоже мне кажется разве же он оборотень ну в общем то очередной квест выполнен всех поздравляю в первую очередь себя и всем до свидания до следующих серий у нас Продолжение следует...